Выставка «Архип Куинджи» посвящена 175-летнему юбилею со дня рождения этого замечательного художника. Работая над этой выставкой, нам хотелось показать его многообразное творчество, раскрыть его талант и рассказать о том, каким замечательным художником-новатором он являлся. Когда открывал своим творчеством дорогу для искусства XX века. Наша выставка построена не по принципу хронологии. Все произведения, написанные живописцем, разделены по тематическим разделам. Их четыре – «Притяжение земли», «Тайна ночи», «Простор их вечности» и «Опережая время». В каждом разделе представлены большие полотна, написанные живописцем. И они сопровождаются показом этюдов и эскизов, которые раскрывают творческий замысел живописца и помогают нам понять процесс создания того или иного произведения. Архип Иванович Куинджа с детства любил рисовать и очень мечтал оказаться в мастерской у известного пейзажиста, мариниста Айвазовского. И вот так случилось, что в 1865 году Айвазовский открывает свою частную мастерскую. И Архип Иванович приезжает в Феодосию, поступает в нее и учится у прославленного живописца. По рекомендации Айвазовского, он в 1868 году приезжает в Петербург и поступает в качестве вольнослушателя в Академию художеств. И вот уже в Академию художеств он проявляет себя как замечательный живописец. В 1871 году он едет на Валаам. Это было излюбленное место для работы в летнее время, во время летней практики многих студентов Академии художеств. Одной из картин, самой, можно сказать, первой, самой ранней, которая нам известна, является вот это замечательное полотно Ладожского озера. Его прежде всего потрясла чистота, кристальность, свежесть этого воздуха и кристальность воды Ладожского озера. И он пытается передать этот удивительный эффект, когда сквозь эту прозрачную воду можно было увидеть каменистое морское дно. Вот этот мотив настолько потряс многих художников, что потом ему многие стали подражать. В 1974 году Куинджи пишет другое произведение, оно называется «На Валаами». И эту картину увидел впервые Илья Ефимович Репин, тогда еще совсем молодой, начинающий живописец, и написал трогательное письмо Павлу Михайловичу Третьякову, в котором он говорил следующее, что молодой художник Куинджи создал удивительное произведение, которое несколько выбивается из тех пейзажных работ, которые создавали художники в то время. И вот это произведение Павел Михайлович Третьяков приобретает для своей галереи. В дальнейшем он будет следить за творчеством этого известного мастера и постоянно приобретать его картины. Ну а подводил итог о своем пребывании на Валааме художник в картине «Север». Он восторгался красотой северной природы, суровым климатом, теми одинокорастущими деревьями. Но если мы посмотрим на это произведение, то здесь главным является не этот объект сосна, прекрасно написанный живописным, сколько воздушное пространство, воздух, которое разрабатывает художник удивительно, применяя многие новаторские приемы. Он не записывает участки холста, как это делали импрессионисты. Он использует многообразную гамму светлых розовато-голубых тонов, применяет принцип раздельного мазка и активно использует подмалевок, которые при освещении произведения производят огромную смысловую роль. Происходит такое внутреннее как бы сияние. Свет исходит из произведения и производит очень сильное эмоциональное впечатление на зрителей. А другая картина «После дождя», она совершенно иная и по композиции, и по колориту. В общем-то, сюжет достаточно простой и понятный. Здесь ничего нового Архип Иванович не придумал. Он использовал давно известный, хорошо известный сюжет. Но другое дело, как он изобразил этот мотив. Вот так, как мы видим на картине художников, во всяком случае во второй половине XIX века, никто не работал. Что мы с вами увидим на этом полотне? Мы видим прежде всего цветовые плоскости, две контрастные цветовые плоскости. Это области тучи, которая изображена в сложных оттенках буро, фиолетово, синих тонов. И полосы очень тонко разработанного зеленого цвета. И совершенно незначительная композиция. Там несколько домиков мы видим. Как всегда, во многих произведениях Куинджи – ветряная мельница. И пасущаяся коровка. Но ведь смысл для художника был не в изображении этой реальной действительности. Ему нужно было показать движение света. И мы его с вами ощущаем. Туча грозовая уходит, а на ее место врываются лучи света. И мы видим, что вот этот на первом плане трава уже как бы оживает под его лучами солнца. И мы вот эту борьбу света и тьмы в виде грозового облака наблюдаем на этом произведении. То есть художник сумел изобразить вот это сложное состояние в природе. Ее дыхание как бы. Еще минута, и мы этого уже в реальной природе увидеть не сможем. А художник это зафиксировал на своем полотне и показал нам вот это стремительное движение и удивительное состояние в природе, которое он буквально апоэтизировал. Но прежде чем написать это полотно, ему потребовалось очень много работать. Он писал многочисленные этюды. Вы увидите, как работает художник с цветом, как он его преображает. Как постепенно этот мрачный для многих художников и невыразительный зеленый превращается в нечто светящееся. Как сказал один из его учеников. Вот это чувство и умение преображать краску в свет, оно было дано этому замечательному мастеру. Но рядом с этим произведением, что удивительно, экспонировалась еще другая, третья картина, которая совершенно иначе была создана, совершенно иначе была написана. И эта картина стала знаком творчества художника. Наверное, почти все люди, во всяком случае в нашей стране, знают о его знаменитой «Березовой рощи». Картина, которая несет глубокую такую символическую окраску. Это обобщенный образ природы. Эта картина, несмотря на то, что на выставке 79-го года экспонировалось много других очень интересных произведений, тем не менее, эта картинка заняла особое место, и они сразу заговорили. И, наверное, понятно, почему. Ведь, собственно, таких произведений еще не было в русской живописи. Архип Иванович опять использует новаторские приемы, но использует их не для того, чтобы кого-то удивить. Для него важно было создать ощущение яркого солнечного дня. Художник использует новаторские композиционные колористические приемы. Он срезает кроны деревьев, и это позволяет зрителям непосредственно войти в пространство полотна и ощутить действие этого яркого, жаркого, солнечного, летнего солнца. А работа цветовыми пятнами позволяет художнику обобщить образ природы, создать его в символическом духе. И, наверное, многим покажется верным точка зрения та, что эта работа ближе уже к искусству XX века. И по форме своей напоминает где-то плакат искусства художников следующего поколения, мир искусников в частности. Игорь Карабарь впоследствии написал, что после березовой рощи Куинджи у молодых художников появилась мода на березу. И он также писал это дерево, пытаясь все-таки не подражать известному мастеру. Мы сейчас с вами находимся в экспозиции раздела, который называется «Тайна ночи». Он состоит из нескольких подразделов. Мы сейчас с вами в пространстве, где в основном представлена большая картина «Закат в степи» и многочисленные этюды к ней и к другой картине, другому известному полотну. Называется это полотно «Красный закат». И это полотно находится в Америке, в Нью-Йорке, в музее Метрополитен. Художник создавал эти произведения в период своего художественного затворничества, когда он добровольно, по своей воле прекратил участвовать в художественных выставках и работал исключительно для себя. Непосредственно, очень искренне. И, наверное, пожалуй, это первый случай в практике живописной, когда художник работал исключительно для себя в стол, никому не показывая свои, на мой взгляд, совершенно потрясающие произведения. К природе художник относился особо. Он боготворил природу, и сам он говорил о себе как очень религиозным человеком, для которого творец существует в разлитой во всем этом существовании этого земного мира. Солнце он изображал в разных ипостасях. И, естественно, вот эту пограничную, очень красивую сторону в природе он видел в закатах. Закаты полыхающие, когда вот это солнце, это светило, может уничтожить все живое на земле, а может дать ему существование жизни. И солнце уже уходящее и практически уже на грани ночной тьмы. Вот как мы видим на этом замечательном произведении, которое мы привезли из Бурятии, из Национального художественного музея города Улан-Удэ. Мы видим, что уже появляется вот эта ночная, такая предночная патина, да, такой вот туманность некая. То ли это туман, действительно, который спускается на землю, и солнце несколько меркнет в лучах заходящего, и природа меркнет в этих лучах заходящего солнца. И для художника это было очень важно, по всей вероятности, это состояние передать. И он его разрабатывает в многочисленных этюдах. Многие из них по силе своей экспрессивности очень близки к искусству Абангарда. Есть небольшая работа из собрания Государственного русского музея. Когда мы смотрим на это небольшое полотно, мы просто потрясаемся вот этой силе эмоционального воздействия и тем новаторским приемам, которые использовал живописец, чтобы их достичь. Глядя на это произведение, трудно даже сказать, где низ, где верх. Настолько оно мощное, и насколько оно выражает вот это горящее светило, которое где-то близко по звучанию молитвы Бумилева. Эти картины, которые мы здесь видим в этом зале, они создавались исключительно для себя, и их зрители могли увидеть только после смерти Архипа Ивановича Куэнджи, когда его ученики в 13-м году в Петербурге, а в 14-м году в Москве организовали посмертные персональные выставки. Для многих молодых художников это было чрезвычайным таким сильным, мощным открытием. И, естественно, вот многие достижения, инноваторские приемы, которые использовал Куэнджи в своих работах, они воспользовались ими, трансформировали в своем творчестве, обогатили новыми открытиями, приемами, и в дальнейшем уже развивалось таким образом русское искусство. До 1882 года Архип Иванович Куэнджи постоянно участвовал в выставках, как и правильно передвиженных, он был членом Товарищества передвижных художественных выставок. А вот в 1980 году он покидает Товарищество, и в этом же году пишет, пожалуй, самое известное свое полотно, знаменитую картину «Лунная ночь на Днепре». Он устроил выставку в показ в помещении Общества поощрения художества на Морской в Петербурге. Выставка проходила в зимнее время, где-то ноябрь, декабрь, всего две недели, и за это очень короткое время ее посетило огромное количество людей, 13 тысяч человек. Это было что-то небывалое для тогдашнего Петербурга, холодного, заснеженного. Люди стояли в очередях, мечтали попасть на выставку, и Риппин, который видел весь этот момент, весь этот процесс, он потом в своих воспоминаниях далекой и близкой писал о том, что люди выходили, те, кто успел посмотреть картину, в молитвенной тишине и со слезами на глазах. Вот какой эффект производило это полотно. Сейчас, наверное, нам кажется несколько удивительным вот такая оценка. Мы уже люди другого поколения, привыкшие ко многим и художественным произведениям совершенно разного характера, и очень новаторским, и реалистическим, и так спешащие в этой жизни, не замечающие уже ни природу, ни вот ее красот. И очень редко кто из нас может быть таким же созерцателем, как Архип Иванович Кувинджа, остановиться, увидеть самое главное, и главное это все изобразить. Но тогда на людей это произвело вшеломляющее впечатление. Крамской даже советовал написать, составить протокол. И в этом протоколе отметить, что луна действительно светит, а вода течет, и мы можем определить даже течение Днепра. Но вот все эти эффекты, они вызывали даже у художников вопросы, и многие придумывали всевозможные нелепые истории о том, что художник разработал какие-то удивительные лунные краски, что он пишет с помощью цветных стекол, то есть как бы через, глядя в цветные стекла, он изображает вот такие удивительные ночные виды. Но все это оказалось всего лишь легендой. На самом деле ответ здесь очень, в общем-то, достаточно простой. Дело в том, что Архип Иванович обладал уникальным зрением. Его глаз был особый, он улавливал полутона. То есть что, собственно, нужно было Архип Ивановичу изобразить? Вот этот блеск Луны, вот этот загадочный мистический блеск и отражение на воде. И вот создать этот эффект, что вода действительно течет, вот эту рябь на воде. И он это сделал с помощью знаний оптических законов, с которых он, конечно, был знаком. И, безусловно, общаясь с Петрушевским, в общем-то, часто занимаясь в его физическом кабинете, и имея к этому явное расположение, то мы смело можем предположить, а именно Петрушевский говорил о том, что многие картины, многие произведения искусства, эффекты заключаются прежде всего от освещения. И вот на этом во многом построен эффект картин, ночных картин Куинджи. После успеха этой картины, ну, конечно, можем предположить, что Архип Ивановичу просто посыпались заказы на повторение полотна. И он, собственно, сделал несколько, но не продал ни одному заказчику. И они остались в его мастерской. Только после смерти художника в 1910 году его ученики, а они же члены общества Куинджи, обнаружили эти варианты. Вот один из них сейчас в Государственной Третьяковской галереи. Картину Архип Иванович Куинджи показывал в совершенно особых условиях. Он поместил ее в темное помещение, задрапировав стены и закрыв окно, и направив на картину луч лампы Яблочкова, поскольку электричества тогда не было. И вот эффект весь заключался от этого освещения. На чем, собственно, он построен? Что лучи света, попадая на светлые участки, отражаются от них, а попадая на темные, поглощаются. В результате, вот рельефно, мы можем увидеть, что луна и лунная дорожка на воде написаны очень пастозным, густым, как мы говорим, рельефным мазком. И вот от них отражался свет еще более, чем от других светлых участков. И за счет этого этот участок высветлялся и как бы сиял. А вода мерцала, потому что помимо того, что это светлая полоса, написано светлыми тонами вот этих лунных красок, а это, в общем-то, зеленоватые оттенки, а вовсе не белый цвет, Куинджи процарапывал сухой кистью, и получались гребни. От верхней стороны гребня свет отражался больше, а в нижнюю, там, где уже виден был подмалевок, он поглощался. И за счет этого происходило движение, то есть вот это вот мерцание. И вот помимо этого реального света художник волновала проблема передачи метафизического света. И добивается он изображения его и передачи его в картине «Христос в Гефсиманском саду». Картину «Христос в Гефсиманском саду» художник написал в 1901 году. Он около 20 лет, по всей вероятности, работал над этим полотном. Во всяком случае, вынашивал замысел этой картины с попыткой изобразить совершенно неземной, нетварный свет. И показал его в 1901 году в своей мастерской для очень узкого круга людей. Там присутствовал и Дмитрий Иванович Менделеев, и архитектор Султанов, и такой художественный критик Ясинский, который сразу же написал статью и опубликовал ее в магический сеанс, под названием «Магический сеанс» у Куинджи. Мы знаем, что многие современники Куинджи работали в это время на евангельскую тему. Но для них было важно изобразить Христа человека, Христа как эталона для человека. И только человеческое грезилось многим живописцам, и изображали именно вот эту сторону. Либо страдания Христа человека, как мы знаем в серии полотен художника Николая Николаевича Гея, либо его просветленную сторону, как в евангельском цикле Василия Дмитриевича Поленова. А Куинджи нам изображает совершенно другого Христа. Он изображает нам как Бога, идущего как свет в этот мир. Но люди, как пишет Евангелие, как голосит Евангелие, возлюбили тьму. И вот эти евангельские строки как бы легли в основу этого произведения. И мы видим, источник света исходит из самого Спасителя. Он совершенно невероятный, вот этот вот мистический свет. Тут нет ни луны, нет ощущения, что она за нашей спиной, а источником света является само тело Спасителя. Эта картина явилась особым в творчестве художником. Больше на подобные сюжеты он своих произведений не создавал. Но этюды, которые здесь находятся, позволяют нам как раз говорить о том, как долго он вынашивал мысль создания полотна, как долго он над ней работал и отталкивался, опять же, от природных образов. Мы здесь увидим этюд прекрасный, закат в лесу. Совершенно невероятный фантастический лес, скронно вершин которых буквально сплетены между собой, что трудно найти, где ветви, где листва. Их совершенно невозможно различить. И вот в этом просвете огненная полоска заката. И мы, уже зная о существовании вот этой картины, можем предположить, как постепенно, шаг за шагом, художник разрабатывал эту тему. И вот это вот солнце, это творение было как раз создано, что свет явился и как реальный свет, солнечный свет, и как метафизический. И вот здесь, вот в этой картине, сомкнулись вот эти два начала, два разных представления осветили. Мы сейчас с вами в разделе простор их вечности. Здесь представлено произведение Архипа Ивановича Куинджи, где воспеты невероятные просторы. Морские, степные, горные, небесные. Он сам был великим созерцателем. И очень часто старался жить и поселяться там, где мог бы остаться наедине с собой, наедине с природой, наедине с вечностью. Мы с вами перед картиной, написанной художником в 1981 году, называется она «Днепр утро». И вот очень интересно на примере ряда произведений с аналогичным сюжетом понаблюдать, посмотреть, как рождалось у него вот это вот пространство и вот это желание показать пространство в чистоте. Вот на этом произведении прекрасном, совершенно удивительном, с такими великолепными серебристыми медалями, с красиво прописанным передним планом. Мы видим эту пышную растительность не только ковыли, не только бурьян, который потом уже в другой картине с той же композицией «Днепр», но написанной чуть позже, появится. Здесь природа благоухает. Летают, порхают бабочки. И вот этот вот чертополох, который поражает своей жизненной стойкостью, красотой такой могучей, как в «Хаджи Мурат» у Льва Николаевича Толстого. А дальше он это все отсекает. И в следующей картине 1901 года, которую он уже писал в мастерскую и никому не показывал, как мы уже с вами знаем, он создал совершенно другую композицию, более бледную в колорите, но зато в ней более концентрированно проявляется то, о чем он мечтает, вот это пространство. Причем художник, опять же, как и в случае с «Лунными ночами», он иначе фокусирует, то есть приближает композицию, вычленяет самое главное, обобщает. И, наконец, в третьей картине, которая называется «Волга», хотя, собственно, название было дано его учениками, мы авторского названия не знаем. Он пишет уже вот это пространство как категорию мироздания. А мы знаем, что, собственно, характеризует пространство. Это тишина, это пустота, это вот это ощущение вечности. И вот в картине «Волга» как раз эти все характеристики присутствуют. Написана она уже использованием декоративных приемов, с контрастными цветами, причем художник хорошо знал, понимал и работал на принципе дополнительных цветов. Вот в данном случае будет синяя и такие охристо-коричневые тона, которые дополняют друг друга и усиливают при этом. И поэтому появляется вот это звенящее такое пространство, звенящий цвет, звенящая пустота. Хотя пустота мы берем условно. Когда сравниваем эти три произведения, то мы видим поставленную художником задачу, цель и каким путем он этой цели добивается. Когда смотришь на эти произведения, созданные мастером, где изображено небесное пространство, невольно вспоминаются стихи Вильмира Хлебникова. Действительно, они очень хорошо накладываются на произведения Архива Ивановича Куинджи и, по всей вероятности, на те мысли, на те ощущения, которые он испытывал. Он действительно очень любил небесное пространство. Вот когда он выбирал свои места для жизни, он часто снимал квартиру в Петербурге, он предпочитал селиться на самых последних верхних этажах. А для чего? Для того, чтобы можно было выйти через чердачное помещение на крышу и любоваться звездным небом, просторами, пространствами. И вот это ощущение высоты, ощущение полета, ощущение свободы, оно было совершенно необходимо этому живописцу. Он даже, как считают, разрабатывал летательный аппарат. Но мы за столь длительное время уже после смерти художника не обнаружили его эскизов этого летательного аппарата. И можно только предполагать, каким бы он мог быть. Но то, что художник с силой воображениям мог подниматься в небес, совершенно очевидно. Ряд этюдов, которые создавал художник, как раз об этом говорят. Такое впечатление, что он находится на каком-то совершенно невероятном объекте. Не то, что стоит на возвышенном месте, и оттуда изображает природу, как мы видели, допустим, в ряде его картин на первом этаже, где с высокой точки изображены и влаамы, и север, и даже березовые рощи, несколько так с приподнятым видом. А здесь уже непосредственно человек устремляется в небо, и оттуда изображает. И отсюда несколько смазанные контуры переднего плана. Как будто вот так мы видим, когда сами поднимаемся теперь на самолетах, и видим вот из иллюминатора эту землю. И, безусловно, художник стремился к этому, это умело изобразить. Вот мы видим его картину, которая называется «Облака», которая прочитывается по-разному. Это, собственно, реальная природа, мы видим реальный вид, устремленные ввысь облака. А с другой стороны, это как какие-то неведомые корабли, которые уходят, устремляются в неведомые миры. И вот по всей вероятности, это тоже вот эта идея, вот это ощущение сознания художника присутствовало. Поэтому не случайно первый биограф Куинджи, писатель неведомский, который написал у него прекрасную книгу в 13-м году, он называет его «певцом космоса». То есть из художника света, которому знали современники, которого они понимали, чувствовали и ценили, художник уже в тиши своей мастерской, совершенно далекий от постороннего взгляда, становился художником космоса. И, наверное, не случайно, что все его ученики, Архип Иванович Куинджи был прекрасным педагогом, воспитал целую школу куинджистов, это и Пакаевский, и Рейрих, и Рылов, и Рощиц, и Порвитис. Все эти художники, мы сейчас их относим к художникам этого направления, направлению русского космизма. И, конечно, это особый заслуга мастера, его умение увидеть, почувствовать, изобразить природу так, как это было мало кому доступно. В горах Куинджи побывал в 1888 году, я имею в виду на Кавказе, по приглашению художника Ярошенко. И вот горы, их величие, их тишина, покой и этот очистительный холод настолько подействовали на живописца, что они позволили их полюбить. И в горах, собственно, он нашел новую тему, тема, которая его всегда волновала, как мы с вами понимаем, которая его всегда интересовала, изображение возвышенного образа природы. И он создает очень много картин и этюдов с горными пейзажами, где изображают вот эти совершенно невероятные горные просторы. Причем все-таки на Кавказе он не часто бывал, всего несколько раз. А картины создавал по памяти, в своей мастерской. И поэтому мы видим, что они как бы взят один и тот же вид, но разработан в разной колористической тональности. То горы представлены в закатное время, то раннее утро, то сумерки. И вот, собственно, эта градация гор при разном состоянии позволяет нас несколько сблизить Архипа Ивановича Куинджа и другого художника Клота Мане. Но и в свое время, в 1903 году, кстати, эти вещи еще не мог увидеть известный наш критик Александр Бенуа. Он судил только по тем картинам, которые находились в музейных собраниях. Он как раз и в одной из статей пишет о том, что роль Куинджи очень близка и созвучна роли Мане. То есть Куинджи открыл русским живописцам, и, прежде всего, себе, и для русских живописцев, тайну красочной палитры. Он обратил внимание на то, что многообразие красок, их особое к нему отношение, это, собственно, необходимо для живописца. И повернул сознание многих живописцев к изображению красоты в природе и использованию ярких, звучных, контрастных, порой красок. И, безусловно, это его роль очень хорошо заметна в серии его горных пейзажей, морских пейзажей и в ряде других произведений, которые мы сможем увидеть в другом зале, который называется «Опережая время». В каждом разделе выставки мы видели новаторские произведения Архипа Ивановича Куинджи. А здесь собраны те картины и этюды, которые не вошли в указанные разделы, но они очень важны для понимания его творчества. Вот, допустим, начинается экспозиция с этюда 1976 года, 1806 года под названием «Крыши». И мы видим сам мотив крыши, который появляется только в конце XIX века, на рубеже веков, в творчестве таких известных художников, как Мария Васильевна Якончикова, Сомова, мир искусников. Работа с белым цветом, причем с оттенками белого цвета, которые разрабатываются очень тщательно, очень кропотливо, очень необычно для художника-реалиста второй половины XIX века. Либо прием с использованием фаргументарной композиции, который тоже стал популярным и часто используется в творчестве художников уже следующего поколения. Очень интересно, как работал художник в жанре городского пейзажа. У него достаточно мало картин и этюдов, написанных на эту тему, но вот то, что мы показываем на выставке, тоже весьма показательно. В 1982 году Архип Иванович Куинджи приехал в Москву на похороны художника Перова, его товарища по передвижничеству, и в это время он написал два замечательных этюда, они представлены на выставке. И, естественно, когда мы видим эти произведения, мы понимаем, что так работали художники уже следующего, даже, можно сказать, советского периода. Это вспоминается Низкий, Осовский, но вовсе не его современники, не художники его поколения. Либо крыши, которые он так любил, мы уже с вами знаем, что он любил и селиться на высоких этажах, самых последних этажах, чтобы был доступ на эти крыши, он их часто изображал. Либо его интерес к импрессионизму, который рождается еще в 70-х годах, наверное, впервые, путешествуя по Европе, художник видел, познакомился с картинами импрессионистов, и пусть не сохранились его воспоминания, как, впрочем, вообще архива, архива Ивановича нет, он не писал писем, не вел дневников, и поэтому мы судим только по его творчеству, по его картинам и по воспоминаниям современников. И тем не менее, вот целая серия представленных работ, где изображены снежные зимы, они позволяют оговорить о том, что многие приемы художников-импрессионистов были, Ковинджи, использованы, но трансформированы и приведены в то систему, в то состояние, которое было ему необходимо. Поскольку для архива Ивановича Ковинджи важно было изображать не природу в ее семиминутной красоте, а, как он сам говорил своим ученикам, выразить самое главное, суть природы, ее сокровенный вселенский смысл. Поэтому методы, которыми добивается, можно это достичь, они все-таки несколько иные, чем те приемы, которые использовали импрессионисты, передавающие минутности в атмосфере, в сиянии солнца, и в движении облаков, и прочих природных моментов. Ну, а далее интерес Ковинджи идет уже в сторону модерна, в сторону символизма. И вот здесь представлены замечательные его пейзажи зимние, с закатом и с таинственным, опять же, блеском, таким сиянием луны, где природа превращается в некое такое фантастическое, совершенно нереальное объект, это уже говорит о других интересах, о другом способе поплощения природы. Наконец, здесь представлена серия этюдов, где изображена роща, которая изображается в нескольких таких цветовых регистрах, где художник работает в палитре темных, оливковых, зеленых тонов. Причем он не боится, как вы поняли, а мы прошли уже по экспозиции, видели, как художник смело работает зеленым цветом, как он не боится темных красок, как он потом буквально растворяется в белом, изображая огромные полотна от моря, туманы. И все это было ему по плечу. Но своим ученикам он советовал не бояться цвета, работать с ним смело, и даже разработал свою тональную систему методом эмпирическим, экспериментальным. Он, собственно, теоретиком и таким строго научным человеком не был никогда, но тем не менее он предлагал своим ученикам, когда они пишут ночные пейзажи, использовать в качестве камертона кусочек черного картона. И мы знаем, что вот эту систему теоретически потом обосновал и более детально разработал художник Николай Крымов. И, безусловно, что художник многими своими секретами, как считали его современники, делился со своими учениками, и им это передавало свое мастерство. Ну и в этом зале еще находятся два замечательных произведения. И главное, наверное, «Золотая осень», где художник работает в стиле модерн, используя совершенно чистые в виде декоративные приемы и достигая удивительного обобщения и уже приближается к знаку в нашем понимании. Природа здесь воспринимается как знак. И, собственно, мы начинали, можно сказать, с картины «Березовая роща», где картина тоже многозначительна, очень интересна и новаторски написана. И вот реплика с той знаменитой «Березовой рощей», это «Золотая осень», которая говорит о том, что художник мог эту тему до бесконечности варьировать, и все время получались какие-то совершенно новые и крайне интересные результаты. Таким образом, работая над этой выставкой и увлекаясь работой над ней, и я, в том числе, и вся наша авторская творческая группа, которая занималась этим проектом, мы поняли, сколько велико значение этого мастера. И, по сути, оно раскрывается только сейчас. Даже выставка персональная 2013-2014 года, которую организовали его ученики, она не произвела того эффекта. Еще публика не была к этому готова, к новым нововведениям, таким новым новаторским приемам Архипа Ивановича Куинджи. И, скорее всего, вот сейчас, когда прошло уже почти более века, мы можем совершенно по-иному посмотреть на его творчество, оценить его, сделать какие-то выводы. А главное — погрузиться в совершенно уникальный, удивительный, чистый природный мир, который так любил вот эту природу, так любил Архип Иванович Куинджи, и эту любовь передал нам, людям уже совершенно другого времени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова